Ребята, всем привет! И сегодня мы с вами продолжим проходить третий модуль учебника «Английский язык» Комаровой за шестой класс. Итак, переходим к рубрике «Vocabulary» – словарный запас. И vocabulary по цифре 2 у нас посвящен в этот раз daily routines – ежедневному расписанию. Итак, давайте выполним первое задание. Ребята, а между тем, сразу попрошу вас обязательно становиться друзьями канала, подписываться, нажимать колокольчики, чтобы ничего не пропустить, и обязательно делиться ссылкой на канал со своими друзьями, знакомыми, родными, всеми, кому он может пригодиться. Итак, match the activities with the pictures – соедините занятия с картинками. Which activity is not in the pictures? Какие занятия? Каких занятий нет на картинке? И давайте посмотрим. Итак, go to bed – это ложиться спать. Ребята, как вы видите, этого на картинке нет. Далее, have lunch – обедать. То есть, это ланч, это какой-то перекус в середине дня. Так, и давайте посмотрим, есть ли у нас… Нет, такого нет. Далее. Итак, have a shower – принимать душ. Это вторая картинка. Have dinner – ужинать. По-моему, там есть у нас картинка, посвященная ужину. Да, вот у нас семейный ужин. Далее, ребята. Have breakfast – завтракать. Тоже есть такая картинка. Go to school – идти в школу. Так, конкретно… А, наверное, да, есть. Вот она. Думаю, что все ребята идут в школу. Далее. Come home – приходить домой. Тоже есть картинка. Да, вот она. Так. Get up – вставать. Самая первая картинка. Get dressed – одеваться данной картинкой. А, вот она у нас, третья картинка. Далее. Do homework – делать домашнее задание. И следующая же картинка. Clean your teeth – чистить зубы. Чистить зубы – это пятая картинка. А делать домашнее задание, ребята. Кажется, это картинка, на которой написано время… Так, хотя нет. Вот, 8 часов. 8 часов, да. Делай домашнее задание. Далее. Tidy your room – убираться в комнате. И, ребята, убираться в комнате… Ну, наверное, это в 7.30, вот, хотя… Ну, больше всего подходит эта картинка, да. Не знаю, ребята, насчет go to bed – идти спать. Возможно, и 9-я тоже картинка, она подойдет. Окей. Listen and repeat. Послушайте и повторите. Я думаю, в классе вы послушаете. И третье задание – describe Emma's average Monday. Опишите. Обычный понедельник Эммы. И пример. She gets up at 8 o'clock. Она встает в 8 часов. Давайте посмотрим дальше, ребята. Итак, ребята, вам помогут слова из коробочки, да. She gets up at 8 o'clock. Она встает в 8 часов. She has a shower at 8… Это 10 past 8. Она принимает душ в 8-10. 10 past 8. Далее в третьей картинке. She gets… She gets dressed, да. Gets dressed. Ребята, все мы говорим с окончанием S, потому что третье лицо – единственное число. То есть мы говорим… She has… Так, извините. She has a shower, да. She gets dressed at 20 past 8. She has breakfast at half past 8. She cleans… На конце также S, да. Cleans her teeth. То есть она чистит свои зубы. Давайте я вам это напишу. She cleans her teeth at 20 to 9. Без 29. Далее что она делает? She goes to school at quarter to 9. Без 15 и 9. She comes home at 4 pm. Она приходит домой в 4 часа. Дальше. She has dinner. Has, да. Меняем have на has. Итак. She has dinner at 7 pm. Далее. She tiders her room at half past 7. Она убирается в комнате в 7.30, да. She does her homework at 8 pm. Does her homework, да. Делает свою домашнюю работу. What does her homework? And she goes to bed at 9 pm. И в 9 часов она идет спать. Далее, ребята, четвертое задание. How is your average Monday different? Ask and answer in Paris. Чем отличается ваш обычный понедельник? Спросите и ответьте, задайте вопросы и ответьте на них в парах. Например. Do you get up at 8 o'clock? Ты встаешь в 8? No, I don't. I get up at half past 7. Я встаю в 7.30. Или, например. Do you go to school at quarter to 9? Ты ходишь в школу без 15? 9. No, I don't. I go to school at 10 to 8. Я иду без 10. Восемь. No, I don't. I have breakfast at, например, at 20 to 8. Без 28. Например. Do you come home at 4 pm? No, I don't. I come home at half past 2. В 2.30. В половине третьего. At half past 2. И так далее, ребята. То есть вы должны друг с другом проговорить и от вопросы, и ответы. И давайте теперь перейдем к пятому заданию. На аудирование. То есть на восприятие, на слух. Listening. Listen to Emma talking about the weekend. Послушайте, как Emma говорит о своих выходных. Итак, для каждого занятия мы должны написать это Saturday, суббота, или Sunday, воскресенье. Итак, ребята. Play football and go shopping. Из аудиозаписи понятно, что и первое, и второе – это Saturday. А вот read newspapers and tidy room. Из аудиозаписи должно быть понятно, что это Sunday. И давайте перейдем к следующему, шестому заданию. Listen again to the correct answers. Вы послушайте снова и выберите правильный ответ. Итак, ребята. По субботам. On Saturdays, Emma gets up at… Ответ B. Half past eight. По субботам Эмма встает в половине девятого. Ответ B. Далее. Эмма встречается с друзьями после обеда. Третье – in the evening she watches DVDs with friends. По вечерам она смотрит DVD с друзьями. И третий ответ – C. Далее – воскресенье. Emma has lunch with her – ответ C – grandparents. У нее lunch с ее бабушкой и дедушкой. Пятое – Emma does her homework in the evening. Эмма делает домашнюю работу по вечерам. И шестое – she goes to bed at 10 o'clock. Она идет спать в 10 часов. То есть последний ответ – A. То есть, ребята, первое – B, второе – A, третье – C, четвертое – C, пятое – C, шестое – 8. И давайте посмотрим на последнее, что нам предлагается – time expressions, выражение времени. Ребята, между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь, не забывайте. Я делаю эти видео для вас, очень стараюсь и буду рада, если вы тоже на меня подпишетесь. Итак, use time expressions to say when you do something. Используйте выражение времени сказать, когда вы делаете что-то. Итак, смотрите, предлог at употребляется со словами at the weekend, на выходных, или at night, ночью. Далее предлог on употребляется со словами on Mondays, по понедельникам, или on Tuesdays, по вторникам. То есть, он употребляется с днями, неделями, on Friday, например, в пятницу, on Wednesday, и так далее, on Thursday. И далее. Предлог in употребляется с временем суток. In the morning, по утрам, in the evening, по вечерам. Но at night, но at noon. Да, в полдень, ночью, at, но in the morning, in the evening, in the afternoon. Да? Окей, ребята, на этом все. Встретимся в следующей рубрике. Всем счастливо, удачи вам, всем пока!